Друзья, всем привет! Меня зовут Оля. Мы с вами разговариваем уже целое третье видео подряд о кое-чем интересном. Мы с вами разговариваем об укладе жизни в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней или у мормонов. Я была 5 лет членом церкви с 9 до 15 лет или 6 лет, ну где-то так. Я рассказываю о том, как у нас там вообще проходили собрания, как там строились отношения между мальчиками и девочками, какие у нас были стандарты визуальные. И вот я думаю, что сегодня мы с вами поговорим по поводу вообще изменений модели поведения. И в названии видео я, скорее всего, обязательно указала о том, как связан современный нонфикшн и всякая литература и тренинги успеха с мормонами. Я вам об этом тоже сегодня расскажу. Вот. И, собственно говоря, я расскажу о том, как вообще это повлияло на меня, почему у меня случился в какой-то момент кризис веры. Вот. И если я успею, то я подведу в этом видео итоги о том, как вообще церковь повлияла на меня. Если нет, то расскажу об этом, собственно говоря, в отдельном видео. В общем, вообще в связи с тем, как строятся взаимоотношения церкви с прихожанами, у тебя просто нет шансов для того, чтобы не поменять свой привычный уклад жизни и так называемые модели поведения. Просто нет на это шансов. Потому что тебя всё, что касается религии, если вы посмотрели на мои предыдущие видео, окружает везде. Тебя это окружает в церкви, в которой ты обязан ходить раз в неделю. Тебя это окружает во встречах еженедельных с миссионерами или с какими-то прихожанами. Раз в неделю обязательно отдельно должны встречаться, там беседы должны проходить. Если ты учишь английский вместе с мормонами, то это тоже происходит на встречах, потому что тебе там по капельке, по капельке всё это дело втемяшивают в голову. Ты везде окружён литературой. Ты по законам церкви, по правилам церкви, ты должен регулярно читать книгу мормона, ты должен выступать на каких-то собраниях, нести проповедь, ты должен приводить каких-то новых людей. Поэтому ты постоянно вертишься в этой среде. Даже если ты живёшь в России и работаешь, например, на обычной работе, где из кулера все постоянно пьют кофе, а ты, собственно говоря, кофе не пьёшь, сопротивляясь, потому что ты держишь слово мудрости или какие-нибудь законы целомудрия, поэтому на тинтере не сидишь, то ты всё равно в этой среде, ты в ней находишься постоянно, и тебе от этого не избежать. Поэтому в итоге твоя модель поведения со временем меняется. Вот. Я хочу поделиться таким вот личным откровением. Я когда устроилась в одну, кстати, тоже американскую, по сути, компанию, потому что мы были дистрибьюторами компании Procter & Gamble, это никак не связано с Procter & Gamble, просто так получилось, что я попала в компанию с таким американским бизнес-укладом. Если кто-нибудь из вас знаком с сотрудниками Procter, вот, из любого, кстати, направления, или знает сотрудников, там, не знаю, вот я сейчас знаю, что основным из дистрибьюторов является компания Alidi или бывшие сотрудники группы компании Magnat или Magnat Trade Enterprise, то вы должны знать, какие там зубры. Ну, то есть там реально, ты с этими людьми будешь разговаривать только на языке бизнеса. Это вообще не имеет никакого отношения к религии, к мараону, ни к тому. Просто там вот именно американский уклад бизнеса, вот, то есть всё основанное на показателях, на какой-то вот бизнес-литературе американской, и у тебя всё основано именно на том, как общаться с Procter. У меня есть друг, который работал в Procter, и это просто кошмарно. То есть, типа, с ним ты в работе, ты не... Ну, я был, наверное, даже друг, потому что с ним даже дружить очень сложно, потому что у него всё вот это вот Procter'овское, когда тебя постоянно, блядь, загибают и с тобой общаются бит, то есть ты там ни на секунду не можешь расслабиться, потому что ты постоянно работаешь на какие-то KPI, KPI, KPI. Ну, короче, ужас. Вот. И тогда, когда я пришла туда и начала адаптироваться, у меня в рамках адаптации надо было прочитать основные столпы нонфикшена, которые есть на данный момент. Это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Это «От хорошей к великому». Блин, я уже не помню автора этой книги. И ужас, я читала книгу, которая называется «Библия Экселя», но там тоже ничего нет религиозного. Ничего религиозного нет, ребята, пожалуйста, не подумайте. Там нет ничего религиозного. Просто это надо было знать для общего развития. И тогда, когда я прочитала «Семь навыков высокоэффективных людей», я вот так вот захлопнула книгу, я подняла глаза на своего руководителя и говорю, «Ваня, я всё это откуда-то знаю. Для меня всё это абсолютно знакомо». И когда прошло с того момента уже почти лет 10, наверное, может быть, 8, может быть, 7, ну, то есть довольно большое количество времени, я начала интересоваться всякими книжными каналами и увлеклась разоблачителями, то все в «Разоблачителе» в какой-то момент начали снимать видео про Стивена Кови и про его книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». Считается, что Стивен Кови является просто основателем вот этих всех тренингов личностного роста, это папка нашего, Тони нашего Робинса и вот этого всего. И тогда кто-то из, когда кто-то из этих обзорщиков сказал о том, что, типа, «Вы знаете, то, что вообще-то Стивен Кови был мормоном», то, как вы понимаете, весь баланс, который у меня был в голове по поводу того, что я всё это где-то читала, он у меня просто сошёлся в один момент. Потому что Стивен Кови был не просто мормоном, он был одним из высокопоставленных президентов миссий, то есть президентов большого регионального сообщества, членов Церкви Иисуса Христа Святых Последней. Понимаете, в чём история? И всё, что написано в книге «Семь навыков высокоэффективных людей», так как я всё это знала оттуда, из «Драгоценных жемчужин», из «Леохон», из «Библии», из «Книг мормона», он всё это просто перетащил на человеческий язык и начал, собственно говоря, продавать то, что у нас постоянно муссировалось на собраниях, на каких-то беседах, на каких-то встречах и так далее, и так далее. Как я сейчас, уже будучи несколько лет на терапии, отношусь к книге «Семь навыков высокоэффективных людей»? На самом деле там неправильное название, потому что правильное название этой книги – это как «Семь шагов», как стать невротиком за семь шагов, потому что ты всегда там должен быть идеальным и праведным человеком. И ты всегда должен соблюдать те принципы, которые в тебя вложили. И самое главное вообще, к чему вообще вся эта книга ведёт, это к тому, что должно быть написано на твоей эпитафии. Вернее, как должна выглядеть твоя эпитафия, то есть последняя строка на твоём могильном камне. Проблема в том, что когда ты умрёшь, тебе вообще будет похуй, что у тебя там написано на этом камне. Ты умрёшь. Ты не будешь больше существовать. В рамках церкви, конечно же, тебе говорят о том, что когда ты умрёшь, если ты был праведным человеком, если ты прошёл все ритуалы, то есть ты крестился, ты запечатал брак, ты мало грешил, ты попадёшь в сион, так называемую, отдельную планету, где живут все умершие люди. Если нет, то ты попадёшь туда же, просто не будешь жить со своей семьёй. Но, понимаете, забота о том, что будет в будущем, и посвящение этому всей своей жизни, это просто уход в невроз. Ты будешь постоянно жить напряжённым за то, чтобы быть хорошим мальчиком, не испытывать неугодных никому эмоций, быть всегда хорошим, соблюдать какие-то законы, и очень сильно сдерживать в себе эмоции. Поэтому ты, если будешь действовать по принципам книги «Семь навыков высокоэффективных людей», ты в итоге, кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким невротиком помрёт, я бы сказала даже так. Вот, причём в книге там нет ни одного упоминания, там, закона слова мудрости, целомудрия, всего остального. Там это всё описано очень светским языком, но всё это вот, всё это взято из литературы мормонской. Это вот прям, я вам прям, я вам клянусь, я когда это прочитала, для меня это было просто шок-контентом. По поводу того, что те принципы, которые есть, это вообще прям очень плохо для жизни, или это очень хорошо для жизни, вам нельзя сказать с первого раза, потому что, ну, как мы с вами понимаем, всё яд и всё лекарство. Если ты будешь с этим перебарщивать, то, естественно, ты станешь невротиком. Если ты будешь это просто брать в какую-то свою жизнь и просто это где-то использовать, то, соответственно, тебе это, скорее всего, пойдёт на пользу, потому что, например, на желание договариваться так, чтобы выиграли обе стороны. То есть выиграл не только там твой оппонент, или, например, выиграл только ты, а чтобы вы выиграли оба. То есть там достижение компромиссов. Признак, там ещё один из принципов по поводу того, что делай чуть больше, чем от тебя ожидают. Вот это невроз. Вы понимаете, это невроз. Это постоянно быть хорошим, постоянно угадывать желания своего оппонента и постоянно под них подстраиваться. Это на самом деле ужасно. По поводу Кови. Я сказала о том, что он был высокопоставленным членом церкви. Это не оговорка, потому что там в церкви существует очень многослойная и очень масштабная иерархия между членами церкви. Она есть как среди женщин, так и среди мужчин, но среди мужчин на самом деле больше, потому что это патриархальная религия, в которой, естественно, отец, сын, есть понятие священства, которое передается только мужчинам. От мужчин к мужчине. А женщина-хранительница очага, сиди и не пизди, рожай детей. Все стандартно. Вот. Там есть понятие священства, то есть оно, по-моему, или трех- или четырехуровневое, я уже, честно говоря, не помню. Но там, типа, сначала ты можешь только, типа, разносить хлеб и воду и там где-то помогать. Потом ты можешь, типа, освещать хлеб для причастия, ты можешь крестить, можешь передавать священство другому через рукоположение. Ну, то есть, типа, там все это влияет на те ритуалы, которые ты можешь в итоге выполнять. Вот. И там очень жесткая иерархия в этом во всем заложена. Причем у мальчиков она еще и заложена на возраст. То есть, типа, ты можешь быть священником только там от 16, например, лет, еще чем-то это может быть, от 20, еще, еще, еще. То есть там это все заложено в книгах. Поэтому все на самом деле не так просто. И просто так получить священство ты не можешь. Там тоже надо пройти какие-то обряды, ритуалы и так далее. То есть там все не так просто. Но если ты не имеешь священства, например, то есть ты недостаточно рьяно хороший член церкви, то ты не можешь занимать посты в рамках прихода или в рамках миссии. Ну, миссия – это большая региональная какая-то штука, как я уже говорила. То есть тверская миссия, например, там или юго-западная миссия, американская миссия, российская миссия. То есть там прям целая иерархия, кто кому подчиняется. Все как в нормальном американском бизнесе. Но есть еще тема, связанная с тем, что есть именно должности в церкви. То есть ты можешь быть председателем общества взрослых. У него там есть какое-то особое название. Ты можешь быть председателем прихода и заниматься административно-хозяйственной деятельностью, помимо религиозной. То есть там, не знаю, искать помещение, понимать, как там наращивать количество прихожан. Вот это вот все там очень большое. Ну, то есть типа, это прямо полноценная, по сути, работа. Я единственное, не знаю, платят за нее или нет, но тем не менее, это полноценная такая большая работа. Очень большое количество мелких всяких должностей. Тогда, когда вас распределяют там по группам, по собраниям, ты должен управлять вот этой вот своей паствой небольшой. То есть типа, как, не знаю, как в сетевом маркетинге, мне кажется, дает маленькую группу, и ты должен, собственно говоря, из нее кого-то вырастить. И есть еще для женщин та же самая история, но только у женщин абсолютно нет священства, этим всем занимается только мужчина. И когда задаешь вопрос, а почему только мальчик, и тебе как бы на этот вопрос не отвечают, потому что типа, ну, что тупая, это же патриархат. Есть еще один вопрос, который я не осветила в предыдущих видео, по поводу праздников. Ну, то есть типа, все знают о том, что типа у свидетелей Ягов у них там прям жесткое ограничение по праздникам, типа нельзя там вплоть до того, что день рождения отмечать. У мормонов такого нет абсолютно, то есть мы отмечали все праздники, которые хотели, естественно, без алкоголя, естественно, по ритуалу, начиная с гимна, с молитвы, потом там какое-то мероприятие завершали с молитвой и с гимном. То есть это обязательно присутствует, но тем не менее, все праздники, мы даже день благодарения, по-моему, как-то отмечали, хэллоуин отмечали, несмотря на то, что это типа день всех святых, но костюмированные вечеринки у нас регулярно были. Что еще? Пасху, причем Пасху в России отмечали два раза, и католическую, и российскую, ну то есть вот в каком-то, и прям с российскими ритуалами, там с куличиками, яичками и всем остальным. Ну в этом, это мне кажется довольно забавно и приятно, вот, но обязательно там типа на этих вечеринках было короткое выступление о том, как там, не знаю, что-нибудь правильно делать, и еще очередной, еще очередной раз вас в среду окунули, так сказать. Далее, по поводу денег, я говорила по поводу закона десятины, но я не сказала о том, что с этими деньгами потом делали. Я уже говорила о том, что часть денег уходила в фонд миссии, там где выдавали деньги миссионерам для того, чтобы они там снимали квартиры и ели, но была еще часть денег для помощи малоимущим. Так как моя мама была инвалидом, мы жили просто ужасно бедно, мы жили просто в чудовищных условиях. Я надеюсь на то, что когда-нибудь я смогу набраться смелости и записать на эту тему видео, потому что я очень хочу вдохновить людей, которые попали в тяжелую какую-то жизненную ситуацию и сказать о том, что типа, ребята, надежда есть на самом деле. Я выросла из чудовищных просто условий, вот, по сути. но тем не менее, они помогали нам материально, причем, если это, например, касается какой-то болезни, то деньги, ну, то есть они либо дают деньги, либо покупают лекарства, либо, ну, вообще находят врачей, то есть в этом плане помощь вообще просто безоговорочная, безоговорочная. Я помню, когда мою маму разбил первый инсульт, а мормоны, это были первые, кто вообще прискакали в больницу, естественно, они там вели беседы, молитвы, вот это вот все, конечно же, естественно, было, но они обязательно помогали лекарствами. Мне очень тяжело вырезали аппендицит в 13 лет, там, ну, ситуация была такая, что моей маме после двух инсультов врач сказала, что типа, вы можете особо не рассчитывать, если у вашего ребенка завтра не заработает кишечник, там типа, в течение какого-то срока она умрет. Вот, очень тяжело мне вырезали, там мне надо было купить какое-то лекарство, которое подавалось только хер знает где, там какие-то лекарства, и, собственно говоря, после этого я, как вы видите, выжила. Вот, плюс ко всему еще была распространена тема о том, чтобы делать не просто благотворительность, то есть просто так давать деньги, а давали возможность подзаработать, то есть там типа убраться в храме или убраться дома у миссионеров, если очень тяжелая жизненная ситуация, они тоже в этом плане помогали. Поэтому я тут, честно говоря, по поводу того, что типа, вот, отпиши квартиру мормонов, и чтобы они жили там в твоей квартире, которую ты им отписал, такого точно не было. И я, ну, то есть даже если это кто-то был, скорее всего, это делал кто-то сумасшедший, и те, кто, у кого абьюзивное отношение с Богом, так сказать, как говорит моя подруга Марина, но то, что касается именно лечения, вообще без разговоров, когда умерла моя мама, при том, что мы уже не были активными членами церкви, там произошел ужасно жуткий конфликт, о котором я говорила в начале своего первого видео, они полностью оплатили похороны, полностью оплатили похороны мамы, на что еще они давали, ну, то есть, типа, было такое, что приходили в храм молодые ребята, и мормоны оплачивали обучение, у них даже была отдельная программа, где ты, как бы, типа, кредитуешься за счет мормонов, но я не знаю, там никто не ходил к тебе потом с коллекторами, эти деньги не требовал, но они оплачивали и обучение, и если надо было, оплачивали квартиру, то есть в этом плане благотворительность работает, и я вам сегодня расскажу, почему она работает, и почему в целом у мормонов в принципе не принято вот это прибедняться, то есть даже идя в церковь, я, как я уже говорил, или в этом, или в прошлом видео, о том, что ты должен выглядеть хорошо, у тебя есть стандарты на внешний вид, ты всегда должен выглядеть, как успешный человек, и, ну, то же самое говорит там Стивен Кови, то есть это нон-фикшн, которые направлены именно на успех, на то, чтобы ты хорошо зарабатывал, потому что с человека, который хорошо зарабатывает, больше десятины, ни нахуй не нужны нормальной религии, квартира какой-то бабки, которая потом в итоге умрет, та же самая модель, это абсолютно противоположно той модели, которая есть у свидетелей Ягова, которые запрещены в России, как мы помним, но у них, у свидетелей, история в том, что не вся религия направлена на то, что ты должен быть в контакте с Богом, если ты нацелен на какой-то успех, карьерный, например, им запрещено быть политиками, им запрещено иметь собственный бизнес, хотя это пиздёж, потому что у меня мои предыдущие работодатели одни, там два директора из трёх были свидетелями, оба уехали сейчас в Америку жить, и они были активными членами церкви, хотя и при этом они были владельцами довольно-таки крупного бизнеса по объёмам, вот, но суть в том, что по законам церкви ты не имеешь на это права, потому что ты должен всю свою жизнь посвятить Богу, и ты не имеешь права быть вот именно успешным, достигать успеха, потому что тогда в тебе взращивается тщеславие, а это как по противоположной религии, у мормонов такого нет абсолютно, как я вам сказала, тоже в одном из предыдущих видео, одна из девушек уехала из моего, волжского, из моего пиздюська, она приехала жить в Америку, и она благодаря мормонам вышла замуж за сына вице-президента компании Хьюлит Паккард на тот момент, я не знаю, чем сейчас занимается человек, но я так подозреваю, что деньги там абсолютно немалые, то есть, вот образ семьи у мормонов, если вы посмотрите периодическую литературу, вот, в Леохоне, например, это вот образ классической, как это, американской мечты, дом с белым забором, большая семья, очень приветствуются большие семьи, большое количество детей, потому что чем больше детей, тем больше прихожан, и ты, как бы, идя во славу Бога, идя вот на этих принципах, которые есть, а если ты реально их будешь соблюдать, это основные вот прям бизнес-принципы, то ты реально, у тебя просто не будет шанса для того, чтобы не добиться успеха. Повлияло ли это на меня? Ребята, я вам скажу честно, безусловно, я уверена в том, что если бы не религия, я бы выросла психопаткой, я бы была очень жестоким человеком, я сейчас довольно жесткий человек, но я не жестокий человек, жесткий, я бы делала какие-то ужасные вещи, типа наркотиков, алкоголя и всего остального, в связи с тем, что у меня было очень тяжелое воспитание от моих родителей, но религия меня как бы собирала, она устанавливала мне моральные нормы и за счет этого я стала, ну, как бы цельной личностью, грубо говоря, поэтому я благодарна тому, что религия была в моей жизни, но вот все яд, все лекарства, то есть, типа, есть моменты там, где религия перегнула, я вам дальше об этом расскажу, где перегнула, и там у меня не складывается, но все, что касается работы, нацеленности, на успех, на результат, я прекрасный менеджер, прекрасный управленец, все это оттуда, все оттуда, потому что ты там, когда живешь в этой среде, у тебя просто нет шансов жить по-другому, я, видите, с каким азартом вам об этом рассказываю, вот, поэтому то, что касается благотворительности, безусловно, она есть, но церкви гораздо более выгодно иметь успешных членов церкви, далее, еще один из моментов, который тоже хотела обсудить, это, это основные законы, которые есть, и основной вообще закон, который есть, это 10 заповедей, все это ветхозаветные законы, потому что закон 10, на этот ветхозаветный закон, 10 заповедей, ветхозаветный закон, но тем не менее, они все равно действуют до сих пор, хотя свидетели говорят о том, что типа ветхозаветные законы были обнулены тогда, когда вышел новый завет, и якобы ветхий завет, они не изучают, я не знаю, с чем это связано, Ну, короче, у мормонов это всё вот идёт красной нитью через всю религиозную литературу, которая есть, и через книгу мормона, и через Библию и так далее. Вот, поэтому тут надо быть крайне осторожными. В общем, по поводу 10 заповедей. Естественно, не лги, не кради, не уби, возлюби отца своего и мать свою, не прелюбодействуй, возлюби что-то типа врага своего, как меня. У меня вот это вот всё, все вот эти 10 заповедей, это всё было вот прям тоже прям в тимяшину в голову, вот. Но у меня на самом деле из-за этого, из-за этого и произошёл кризис веры. Из-за того, что меня учили одному, а дома у меня было абсолютно другое. Вот, и это было связано с тем, что моя мама была довольно психопатичной женщиной, она была очень яростной в гневе, она была страшна, она постоянно кричала, при этом меня постоянно там за что-то ругали, хотя я была просто идеальным ребёнком. Я была настолько беспроблемной, то есть я, причём мы жили в ужасных условиях, на тот момент мы жили в частном доме без канализации, только с холодной водой, я маленькая, вот эта вот 9-10-11-летняя девочка грела на горячую воду на плите, у нас там не было туалета, туалет был на улице, это было, физически это было просто ужасно, при этом я жила хер знает откуда, до школы, чтобы доехать, я ездила в школу зимой, в морозы, на страшных икарусах, которые все продувались, я приезжала домой, у меня так замерзали ноги, я вот до сих пор помню этот кошмар, когда ты едешь в этом морозном автобусе, просто кошмар, причём как бы для того, чтобы дойти до дома, у меня там была не просто не сфальтирована, даже щебёнкой не заложена дорога, я всегда была в каких-то обносках, потому что постоянно не было денег, мама болела, а папа пил, и он работал грузчиком на какой-то работе, и он постоянно попрекал тем, что вот я вас всех бледей кормлю, у него была такая фраза, он никогда не бил маму, никогда не было физического насилия, кроме одного раза, когда он мне в 16 лет дал пощёчину, после этого я сказала, что ты больше не мой отец, я тебя знать больше не хочу, причём несправедливо это было, то есть это было не за то, что я там, не знаю, напилась, накурилась и наркоманилась, это было из-за того, что я, имея три подработки, на момент окончания школы я училась в двух местах, он меня разбудил ночью, потому что маме срочно надо было сделать насаж, я говорю, а что ты сам-то сделать не можешь, вот, он, короче, за это меня ударил, потому что он был пьяный, после этого я, собственно говоря, ну, отношения у нас перестали складываться, если до этого я как-то ещё там хорошо относилась к отцу, вот после этого пощёчины нет, но до пощёчины тоже был вот момент в том, что в церкви-то говорили о том, что отец это патриарх, это человек, который должен содержать свою семью, который должен там хорошо обеспечивать, давать деньги, чтобы мы были одеты в рамках церкви, накормлены там, типа, сыты, обуты, там, типа, в хорошем доме жили, а дома я видела абсолютно другое, и с учётом того, что было слово мудрости в церкви, пить было нельзя, если вы не смотрели мои другие видео, а папа мой регулярно накидывался, и была заповедь, возлюби отца своего и мать свою, как самого себя, и я не понимала, за что я должна любить отца, и когда я задавала вопрос ему о том, что, папа, за что я тебя должна любить, ты себя вот так вот ведёшь, ты постоянно устраиваешь дебоши, он бить не бил, но он мог ночью разбудить нас всех, когда они с матерью ругались, и он был очень большой, он был метр восемьдесят пять, такой широкоплечий большой мужик, а моя мама была метр пятьдесят, и я, ну, я была довольно высокая, но я была худющая, потому что никто не смотрел за тем, как я питаюсь, вот, и я, а мама была после двух инсультов, и представляете, что вот это вот какие-то акты насилия, даже вербального, для человека с нервными заболеваниями, это был просто кошмар, то есть он махал руками, он говорил, что я всех блядей кормлю, постоянно грозился, что он сейчас начнёт её избивать, и я больше всего боялась, что у неё сейчас начнётся новый инсульт. Вот, и я постоянно бегала к соседям, чтобы мы вызвали скорую, ну, короче, это был просто какой-то ад, и я не понимала, за что я должна любить своего отца, понимаете, вот будучи вот в этих вот условиях, я просто не понимала, и ответа он мне не давал, а всё, что было написано в церковной литературе о том, что, типа, какие бы ни были твои родители, ты обязана их любить. Вот как вот за вот это вот можно любить? Как за вот это можно любить, за вот эти акты насилия? Я постоянно была голодная, понимаете, денег не было очень часто даже на еду, это было просто страшно. Мне постоянно приходилось где-то исхитряться, я подрабатывала с девятого класса на трёх работах, учаясь в двух местах, ну, то есть это был просто ад и непомерная нагрузка для ребёнка. Плюс я должна была тащить всё хозяйство, которое было в доме, ну, то есть, типа, уборка, готовка, я как вспомню, вот эти огромные кастрюли борща, которые я варила, одна, начислишь пока, блядь, тазик этой картошки, потом нарежешь эту капусту, ну, то есть, типа, это было просто ужасно, этими тупыми ножами, потому что папа этим всем не занимался. Потом надо было перемыть всю посуду, и это было просто ужасно, понимаете, это был постоянный-постоянный ад, а мои родители так и не организовывали. Для меня нормальные условия проживания. Ну, мама якобы не могла, потому что она болела, но это отдельная история. Но, как бы, суть в том, что вот своего патриарха, своего отца мне любить было не за что. И задаваясь вопросом, что я должна любить своего папу, я, честно говоря, так до сих пор вам и не могу ответить на этот вопрос. И вот в тот момент у меня в голове произошёл раскол, и я поняла, что то, что я вижу в церкви, те учения, которые я вижу, и то, что я вижу там в своей реальной жизни, это две абсолютно разные вещи, и не совпадают с реальной жизнью, и в связи с этим я, как бы, не могу себя чувствовать комфортно и безопасно с человеком, который называл себя моим отцом. Вот. Итоговые выводы, как вообще это всё повлияло на меня? Ну, во-первых, я до 17 лет ходила в юбку в пол. Закон целомудрый. Я не понимала, как я могу вообще носить что-то другое, или в каких-то строгих костюмах. То есть это было всё откуда-то, откуда. Я не употребляла алкоголь и наркотики. Наркотики какие-то тяжёлые я не употребляла до сих пор. Единственное, что я два раза или три раза покурила траву, после этого я решила, что не моё. То же самое с алкоголем. То есть да, я употребляю алкоголь, но алкогольной какой-то зависимости у меня нет. Я там не пила 8 месяцев после короны. Сейчас я тоже могу выпить, там, типа, раз в месяц, пару бокальчиков пива пропустить, но у меня нет такого, чтобы там я уходила в запой, или ещё что-то, или я постоянно думала о том, как бы вухнуть. Такого у меня нет. Я думаю, что это влияние религии. По поводу курения я могу выкурить сигаретку, но опять-таки у меня нет зависимости. Могу курить, могу не курить. Могу там сейчас посидеть, не знаю, электронку подымить, пускать дым. А могу вообще несколько дней её не трогать. Вот я её не трогала, типа, три дня сегодня увидела, думаю, блин, надо, наверное, покурить. Ну, то есть какая-то такая история. То есть я думаю, что это напрямую связано с религией, что нет какой-то потребности. У меня погас свет, извините. У меня в голове очень жёсткий патриархальный уклад, что мужчина – это всегда патриарх, это человек, который принимает все решения в семье. А я женщина, я принимать решения не должна. И сейчас мы эту стену с психологом пытаемся ломать, но я вам хочу сказать, что идёт очень тяжело. Мне очень сложно в этом во всём. Мне невероятно сложно признать о том, что, типа, я тоже принимаю решение, что не только меня, но ещё и я выбираю тогда, когда вступаю в отношения. И всё это очень страшная история. Поэтому, как бы, я прям... Эта ломка идёт отвратительно просто. Я до 34 лет отрицала вообще свою сексуальность, о том, что женщина может хотеть секса, и это тоже всё идёт оттуда. Ну, то есть, типа, я думала, что это всё от лукавого, что это всё лишнее, такого быть не может, что я могу хотеть секса, что это всё грязно, это всё было подсознательно ужасно, и это тоже на меня очень плохо повлияло. Как я считаю, я не проявляю инициативу в отношениях, потому что мужчина-патриарх, он принимает все решения, а я, собственно говоря, и должна идти за ним. Поэтому тоже сложно, особенно с учётом того, что, как бы, 21 век на дворе, мы все прекрасно понимаем о том, что сейчас гендерные роли поменялись, и о том, что тогда, когда в начале 19 века мужчина принимал все решения, это было понятно, потому что женщины не работали. Сейчас другая история, я зарабатываю больше, большего количества мужчин, даже которые в моём окружении, вот, и понимаете, как бы, я зарабатываю больше, чем мужик, а решение должен принимать мужик. Ну, какая-то очень нелогичная схема, и тоже в своей голове поломать я это не могу. Далее, за счёт постоянных выступлений у меня нет страха сцены, нет страха публики, да, безусловно, я могу немножко волноваться, но по большому счёту для меня это вообще не является никакой проблемой выступить перед публикой, что-нибудь там изобразить, это тоже всё благодаря церкви. И есть ещё такая штука, как нацеленность на результат, то есть нас там, благодаря вот этому учению, то есть ты постоянно результат-ориентирован, то есть ты должен смотреть, что ты там получишь в итоге и так далее, и так далее. Но я вам хочу сказать, что это плохо в том плане, что в религии это ещё гипертрофируется тем, что ты либо пан, либо пропал нацеленность. То есть ты либо достиг успеха, либо нет. И, то есть, не знаю, ты там всю жизнь можешь жить праведным человеком, соблюдать все законы церкви, а потом в конце жизни, не знаю, там, бухнуть, покурить, и после этого ты не попадёшь в сион. То есть как будто бы это обнуляет все твои достижения, которые были дают в этой... И это у меня тоже в голове, это тоже большая проблема, потому что я типа либо пан, либо пропал. И моя вот эта вот успешность, желание всем доказать, что я хорошая девочка, это тоже очень большая проблема, с которой я на данный момент борюсь. Самая большая проблема – это запрет на эмоции. То есть тебе там в явном виде говорят, что злиться – это плохо, завидовать – это плохо, радоваться – явно, тоже плохо, агрессировать – тоже плохо. А фишка в том, что как бы эмоция – это выброс каких-то гормонов к тебе в организм, и ты не можешь с этим ничего поделать, ты не можешь запретить себе злиться, потому что у тебя всё, в кровь тебе выбросился адреналин, тебе этот адреналин надо переработать. Тебе нужно ударить, походить, позлиться, поорать, что-то сделать. И это очень большая проблема. И в связи с тем, что у меня стоял не просто запрет, а запрет на злость родителей, то есть там, где я вообще не имела права голосом, нельзя было, я должна была всегда соглашаться с мнением родителей, даже если я не права, даже если они делают какую-то хуйню, даже если мои родители постоянно меня бросали, я постоянно их из-за этого оправдывала. Я до последнего не верила в том, что моя мать такая сука, которой она являлась на самом деле. Ну, то есть, типа, я это несла лет, наверное, 28, это было просто ужасно, я постоянно их оправдывала, это было просто чудовищно, я вам хочу сказать. Это очень большая проблема, и это чудовищная проблема всей, наверное, моей жизни, что я очень много лет оправдывала безответственное к себе отношение моих родителей, которые не занимались ни моим воспитанием, ни моим каким-то ростом, ни заботились как-то обо мне. Всё, чего я добилась в жизни, я добилась самостоятельно, без них. Благодаря им я только в какие-то моменты где-то выживала, ну, то есть, типа, я не умерла там от голода. Но я вам хочу сказать, что шансов умереть от голода у меня было довольно много. Поэтому вот этот вот запрет на эмоции, особенно запрет на эмоции в отношении родителей, это ужасная большая моя трагедия, я с этим очень сильно борюсь, наверное, на это направлена вся моя психотерапия, которая есть на данный момент, для того, чтобы я вот отморозила вот эти вот все эмоции, начала их наконец-то нормально испытывать. Вот. Ну, и я тут написала ещё деление жизни на чёрное и белое, ну, то есть, типа, либо ты достиг результата или нет, либо ты, если ты не достиг, то, типа, всё, ты лох, ты всё, он не попадёшь, и, собственно говоря, умрёшь, умрёшь грешником где-то на задворках. Вот. Ребята, это было для меня супероткровенное видео. Я надеюсь на то, что вы оцените, поддержите его лайком, просмотрите все мои остальные видео из серии про мормонов, поддержите меня где-то в комментариях. Мне было, честно говоря, довольно тяжело это всё записывать. Я скажу ещё раз, я абсолютно нейтрально отношусь к этой конфессии, я не считаю её сектой, потому что для меня, в конце концов, эта религия оказалась спасением, потому что я уверена в том, что если бы не религия, я не знаю, что бы со мной было, потому что только вот эта вот роботизированная модель поведения о том, что, типа, там никаких наркотиков, никакого алкоголя, никакого курения, мне кажется, именно это меня спасло от всех скользких дорожек, которые у меня должны были появиться, в связи с тем, что я очень рано осталась без родителей. Поэтому в этом плане я благодарна. Я благодарна церкви за то, что я не боюсь выступать на публике. Сейчас это часть моей профессии, за которую я получаю довольно неплохие деньги. Нацеленность на результат, нацеленность на успех, это всё связано абсолютно с религией. Конечно же, у этого есть перегибы, связанные с отношениями с мужчиной, то есть закон о целомудрии. Долбили мне слишком глубоко, видимо, эти гвозди в голову, от которых мне сейчас приходится избавляться. Но я надеюсь на то, что я смогу выровнять свою жизнь и привести её каким-то образом в порядок. Если получите найти какого-то спутника своей жизни, с которым я там смогу уже долго и счастливо, не запечатывая брак в церкви, вот, и, собственно говоря, собственно говоря, продолжить своё счастливое существование. Поэтому сказать, что зло ли это церковь, нет. Нет. Потому что если вы нищиёб с мышлением нищиёба, который типа, ну, всегда я вот умру вот в этом вот во всём, если вам чего-то этого не хватает, придите в Мормоны, за вас там за пару лет сделают человек, который будет нацелен на успех, который будет хорошо зарабатывать, потому что этой церкви нищиёбы не нужны. И они сделают всё для того, чтобы вы были нацеленными на успех, чтобы вы не были такими... Чтобы в отношении вас не надо было оказывать услуги благотворительности, чтобы вы, наоборот, были благотворителями, хорошо зарабатывали, чтобы вы отдавали процент десяти, но не с 15 тысяч рублей, полторы тысячи рублей, а со 150-15 тысяч рублей. Это уже абсолютно другие доходы. Вот такие дела, ребята. Я была рада записать этот цикл видео. Большое вам спасибо за внимание. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!